Боксерские тренировки навсегда изменились с появлением Рокки. Лучший спортивный фильм в истории вдолбил сознание людей. Все боксеры перед боем прыгают через скакалочки, мутузят куски замороженного мяса и наматывают бесконечные километры по лестницам. Самый яркий образ Сильвестр Сталлоне колет дрова и таким образом оттачивает силу и скорость ударов. За 30 лет до Рокки 4 в Ленинграде так готовился к поединкам Валерий Попенченко. В Советском Союзе спорт развивался на высочайшем уровне. Советские атлеты регулярно приносили своей стране десятки золотых медалей на соревнованиях международного класса. В каких-то видах спорта Советский Союз был не на высоте, но вот в боксе советские боксеры-любители доминировали на ринге. Высоцкий, Степашкин, Попенченко – золотая троица лучших боксеров Советского Союза. Валера появился на свет в 1937 году в подмосковном селе Кунцево. Попенченко жили не бедно. Мама Валеры, Руфина Васильевна, работала бухгалтером на местном предприятии, а вот отец был пилотом-истребителем и находился на страже нашей Родины. Детство будущего чемпиона было безоблачным. Отец постоянно находился в командировках и мало принимал участие в воспитании сына. Поэтому маленький Валера целыми днями, что называется, пенал балду. Валерка Азарни, как его называл отец, проказничал в родном селе, играл с другими детьми и частенько дрался. Энергия из мальчугана била ключом. В 1941 году разразилась Великая Отечественная война. Владимир Попенченко отправился на фронт, а Валера остался на попечении мамы. Немцы активно рвались к Москве, и гражданских немедленно стали эвакуировать. В итоге уже в декабре 1941 года Руфина Васильевна и Валера встречали Новый год не в снегах Подмосковья, а в солнечном Ташкенте. Год прошел в томительном ожидании, и в один далеко не прекрасный день Руфина Васильевна получила похоронку. В одном из воздушных боев самолет Владимира Попенченко был сбит, и храбрый пилот-истребитель погиб. Ужасное известие надолго выбило из колеи Валеру и его маму. Но вскоре положение Попенченко улучшилось. Семьям, потерявшим кормильца на войне, полагались разнообразные льготы, а детям предоставляли возможность льготного поступления в Суворовское училище. Руфина Васильевна всегда хотела, чтобы сын рос настоящим мужчиной, поэтому она и предложила сыну поступать в Ташкентское Суворовское военное училище. Валера долго не задумывался и в возрасте 12 лет стал суворовцем. Учеба протекала гладко, и кадет Попенченко получил увольнение. Валера вместе с мамой пошел в кинотеатр, где показывали хит советского кинопроката 1949 года «Первая перчатка». Этот фильм оказался для парня настоящим откровением. Валера загорелся боксом. Попенченко на следующий же день записался в боксерскую секцию при Суворовском училище. Первым тренером паренька стал отставной капитан Красной Армии Юрий Матулевич. На первых тренировках тренер был впечатлен рвением новичка, а также его бесстрашием. Юрий Матулевич шутку предложил 12-летнему Валере побоксировать с боксером кандидата в мастера спорта, и Попенченко, к удивлению тренера, сразу согласился. Этот случай показателен. Наставник взялся за обучение Валеры. Советская школа бокса славилась уникальной подготовкой боксеров. Американцы старались подходить каждому боксеру индивидуально. Тренер обязан был знать особенности каждого своего подопечного и отталкиваться от этого, строить планы на бой, исходя от индивидуальности боксера. А в Советском Союзе прогресс подготовки решили унифицировать, для того, чтобы облегчить массовую подготовку боксеров. Если тренер сказал, ты будешь контрпанчером правшой, то не надейся, что ты будешь устраивать зрелищные размены и бомбить левой. Для каждого оппонента у советского боксера был свой план действий. Но Валерий Попенченко успел удивить тренера уже на этапе работы с тяжелым мешком. Азы бокса руки держат у подбородка, их ни в коем случае нельзя опускать. Это проходит на первой же тренировке. Но Валера боксировал крайне нестандартно, руки он держал гораздо ниже, чем требовалось. При этом он отлично работал корпусом. Согласно предписаниям, тренер обязан был привести бокс Попенченко к стандарту, но Юрий Матулевич решил оставить все на своих местах. Первые спарринги показали своеобразный стиль бокса Попенченко. Валера постоянно прессинговал и давил, находился в состоянии атаки. Его коронкой стали прямые удары руками. Особенно Валерий любил джеб. Левой Попенченко работал с потрясающей скоростью и точностью. Впоследствии фирменную стойку Валерия повсеместно назвали «стойкой Попенченко». Долгие годы тренировок закалили характер суворовца. Валерий Владимирович вырос и окреп, набрал физическую форму и вырос как боксер. Под руководством Матулевича Попенченко сформировал свой неповторимый стиль, и вскоре тренер начал отправлять паренька на соревнования. В 14 лет Валера впервые отпросился у руководства училища и отправился покорять первенство города Ташкент. Молодой боксер стал открытием турнира. Валерий Владимирович разгромил более взрослых оппонентов в пух и прах и стал чемпионом города. На этом достижении свежеиспеченный чемпион не остановился. Валера продолжил тренироваться, а Матулевич продолжил продвигать перспективного новичка везде. Всюду Попенченко был непобедим. И вот 18-летний парень, суворовец-отличник боевой и политической подготовки, получил эти стат и задумался о дальнейшем продолжении боксерской карьеры. Идва-едва Валерии исполнилось 18 лет, как тренер отправил его в составе сборной Узбекистана для участия в юношеском первенстве СССР. Чемпионат 1955 года проходил в городе Грозный. Дебютант снова удивил весь боксерский мир, когда в боях, предшествующих к финалу, легко убрал с дороги опытных оппонентов. На финале Валерия Попенченко ждал Грозный противник, чемпион из Москвы Владимир Ковригин. В первом раунде Валерию удавалось держать москвича на дистанции своим острым джебом. Ковригин не мог подойти близко и предпочитал вести обстрел с дальней дистанции, а Попенченко это было и нужно. Дальняя дистанция – любимая для Валерия Владимировича. Но во втором раунде Ковригин уже на первых секундах смог пробить филигранную защиту Попенченко своими тяжелыми ударами. Правый крюк поразил голову Валеры и он упал. Это был первый нокдаун в карьере Попенченко. Ковригин перешел в наступление и Валере пришлось не сладко. По одушевленной поддержкой публики, Владимир Ковригин бомбил с двух рук и перед самым завершением раунда всадил тяжелейший правый апперкот в солнечное сплетение Валеры. Молодой боксер упал и едва смог подняться. Раздался гонг и боксеры разошлись по углам. В третьем раунде ликующий Владимир Ковригин пошел в атаку, намереваясь красиво прикончить дерзкого новичка. Ковригин начал наступление. Он атаковал размашистыми сериями. Москвич совершенно позабыл о защите и это его сгубило. После одной из атак Владимир опустил левую чуть ниже, чем положено, и нарвался на встречный правый кросс от Попенченко. Ковригин рухнул как подкоршенный, а молодой Попенченко стал чемпионом СССР среди юниоров. После блестящей победы Валера поступил в военно-морское училище Ленинграда. Там тоже была своя секция бокса, но вот с тренером Валерий Владимирович не нашел общего языка. Тем не менее, тренер смог уговорить Валеру принять участие в готовящемся чемпионате. Попенченко смирился, ведь надо было отстаивать честь училища. Попенченко в первом же бою осознал горечь поражения. Валерий Владимирович не просто проиграл, его нокаутировали. 30 побед подряд и внезапное поражение от новичка. Как тут не упасть духом? Валера вешает перчатки на гвоздь и забрасывает тренировки. Карьеру Валерия Попенченко спас счастливый случай. Буквально после принятия решения о завершении карьеры, Валера познакомился с прославленным тренером из Ленинграда Григорием Кусикьянцем. Кусикьянц смог разговорить расстроенного Попенченко и уговорил боксера посетить клуб Динамо. Умелый психолог Кусикьянц смог сыграть на самолюбии Валерия и буквально внушил ему мысль о том, что нужно продолжать тренировки. Так возобновилась карьера Попенченко. Поражение пошло боксеру на пользу. Тренер поработал над ошибками молодого бойца. Кусикьянца впечатлил нестандартный стиль бокса Валерия. Попенченко раздергивал своего оппонента быстрыми неприятными атаками, постоянно провоцировал. При этом сам Валера не любил активную защиту. Он полагался на свою фантастическую реакцию и рефлексы, а также на феноменальный футфорк. Одновременно тренер развивал у Валерия тактическое мышление. Он заставлял своих бойцов играть в шахматы, чтобы научить их думать. Кусикьянц постоянно водил своих боксеров на балет, для того чтобы они следили за работой ног и корпуса. Под руководством прославленного тренера Валерий Попенченко пошел вперед как локомотив. Кстати, всего лишь через пару недель после знакомства Григорий Филиппович выставил Валерия на спартакиаду, чтобы увидеть потенциал новичка. Даже в растренированном состоянии Попенченко легко дошел до финала, но остановился в шаге от золота. На дистанции опытный боксер Назаренко перестрелял молодого Попенченко, и так Валерий проиграл второй раз. В этот раз проигрыш Попенченко воспринял как науку. В течение трех лет Валерий Попенченко одерживает победы. Кусикьянц поставил своему ученику такой бокс, с которым не мог справиться практически никто. В 1959 году еще раз отправляется штурмовать чемпионат СССР. Соперники терялись, когда сталкивались на ринге с непредсказуемым боксером из Ленинграда, и падали, сраженные великолепным кроссом Валерия. Сейчас в это трудно поверить, но в министерстве тогда всерьез сомневались в перспективности Попенченко. Его победы считались случайными. Мало кто верил, что прямолинейный и неправильный Валерий сможет одолеть лучших боксеров мира, а тем временем начались отборочные соревнования, победитель которых поехал бы в составе сборной на чемпионат Европы в Швейцарию. Жребий распорядился так, что в отборочных боях Попенченко встретился с прославленным Геннадием Шатковым. Опытный Шатков не оставил шансов молодому чемпиону. После проигрыша на отборочных уже никто не сомневался в том, что у Валеры в большом боксе нет перспектив. Но Попенченко разозленной неудачей решил посрамить всех скептиков. Еще бы, если бы Валерий Владимирович прошел бы Шаткова, то отправился бы на Олимпиаду 1960 года в Рим. На Олимпиаде в Риме Шатков разгромно проиграл Мохаммеду Али. Тандем Кусикьян с Попенченко начинает новое восхождение к вершинам бокса. Валерий трижды выигрывает чемпионат СССР, но шишки из партии буквально игнорируют неудобного и незаговорчивого Попенченко. Его не вносят в списки участников международных состязаний. В 1963 году Попенченко принимает участие в чемпионате Европы в Москве. Критики поумолкли, когда бесперспективный Попенченко завершил все схватки досрочно и забрал очередное золото. Соперники были попросту беспомощны перед стилем, скоростью и агрессией Валерия Владимировича. Несмотря на то, что в Советском Союзе партийные функционеры открыто критиковали манеру бокса Валерия Попенченко, на Западе, особенно в США, стиль Валерия считался новаторским и креативным. Попенченко после ряда громких побед и триумфа на чемпионате Европы попал в Олимпийскую сборную СССР и готовился к поездке в Токио. В 1964 году сбылась давняя мечта Валерия Попенченко и его бессменного тренера. Тандем поехал на Олимпиаду в Токио. К слову, Попенченко не считался претендентом на медаль. Партия сделала фаворитом других боксеров. Функционеры успели напоследок напакостить, они не выдали проездных документов Кусикьянцу, и прославленный тренер остался без пайки и каких-либо средств к существованию. Григорий Филиппович был вынужден спать на полу в номере Валерия Попенченко, а сам боксер делил свой паёк с наставником. Тем не менее, несмотря на то, что партия не верила в успех Попенченко, сам Валерий верил в свой успех. Первый же бой у Валерия Владимировича не дошёл до решения судей. Пакистанский боксёр Султан Махмуд не мог устоять перед магией советского бокса, и после двух нокдаунов судья остановил бой. Попенченко победил нокдауном. Во втором бою Валерий уничтожил с разгромным счётом боксёра из Ганны Джо Дарти. В третьем бою Попенченко деклассировал польского боксёра Тадеуша Валасека. Поляк весь бой принимал удары, а Валерий бил буквально на выбор. Бой закончился с тактичной формулировкой за явным преимуществом Попенченко. В финальном бою Валерий Владимирович встретился с пятикратным чемпионом ФРГ Эмилием Шульцем. Зрители ожидали напряжённый и техничный бой, но Попенченко удивил всех. С первых секунд Валерий пошёл в атаку и буквально забросал немца тяжёлыми ударами с двух рук. Бой не продлился даже минуты. Так, Валерий Попенченко, вопреки всему, стал победителем Олимпиады, а партия наконец-то признала заслуги тандема. И Попенченко и Косик Янс обзавелись званиями заслуженного мастера спорта и тренера соответственно. И приятным бонусом стал кубок Вэлла Баркера, который вручался самому техничному боксёру. Впоследствии даже величайший Мохаммед Али признавал, что Валерий Попенченко был бы для него трудным оппонентом. В 1965 году Попенченко завоёвывает золотую медаль на чемпионате Европы в Берлине. После завершения турнира Валерий Владимирович сенсационно завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. Валерий Попенченко переезжает в Москву, защищает диссертацию и становится кандидатом технических наук в 1968 году. До 1975 Валерий Владимирович работает завкафедры физвоспитания. Параллельно Валерий Владимирович играет в шахматы, пишет стихи и готовит будущих чемпионов. Но, к сожалению, 15 февраля 1975 года трагическая случайность оборвала жизнь великого боксёра. Попенченко сорвался с лестницы и разбился насмерть. 15 февраля он зашёл к ректору и договорился о дне защиты диссертации. Работа была почти готова. Из кабинета на четвёртом этаже экс-боксёр выпоркнул очень довольным. Он быстро спустился чуть вниз, прошёл секунд пять и Попенченко упал прямо в лестничный пролёт. С высоты третьего этажа он приземлился на спину и ударился головой о стол. Валерий ещё раз поднялся на ноги и рухнул вновь. Теперь уже навсегда. Официальная версия микроинсульт. Такое случается с бывшими боксёрами. Попенченко на секунду потерял сознание и облокотился на перила. В Бауманке они всегда были слишком низкими, поэтому Валерий перегнулся через них и полетел вниз. Другое предположение. В Бауманке проводили влажную уборку. Спортсмен не заметил мокрых полов и потерял равновесие. В её пользу говорит то, что свидетелей было всего двое. Заведующая библиотекой, случайно проходившая мимо место падения, и уборщица, орудовавшая шваброй на втором этаже. Обе женщины в один голос твердят, что не слышали криков. А клининг-менеджер МВТУ добавила, что в полёте Попенченко цеплялся за воздух руками. Про микроинсульт это чушь полная, врезал по мифам Григорий Кусикьянс. Валеру просто убили. Придёт час и раскроется правда. Попенченко встречался с главой совета министров Косыгиным и с его одобрением стал лицом Олимпиады 1980 года. Ролик с приветствием Валерия крутили во всех кинотеатрах Союза. Попенченко был также популярен во всём мире, как космонавт Юрий Гагарин. Все хотели пожать ему руку. Шла ожесточённая борьба за власть, и такие люди не вписывались в тоталитарную систему, уверен Кусикьянс. Плестящий спортсмен похоронен на Веденском кладбище в Москве, но память о нём живёт вечно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Субтитры создавал DimaTorzok